Кассета третья Типография преподобного Иова Почаевского, 1964 год, по благословению Священного Синода Русской Православной Церкви за границей, на Малой Вечерне, на Господе Возвах, Стихиры. На 4, глава 20. О крепости моя, Иисусе, Сыне Божий, о свете ума моего и мире и радости сердца моего, слава Тебе, слава Тебе, избавителю от невидимых враг моих, сице взывал еси, така и нас вразуми, Господа воспевати всем сердцем, Иоанне праведнее, служителю Христов. Христос, Вочеловечерство, призва к покаянию разбойники и блудницы, и ты, пастырь милосердный, заповедь пастыря начальника исполняя, смытари и едяша, и согрешники беседоваша, вся к покаянию призывая и вся научая молитесьа, Боже, милостив будь мне грешному, Боже, милостив, слава Тебе, образ Божий есть и Вы, всего ради храните великий образ сей, образ красоты Божия, образ безмерной любви Его. Да будете чадо Отца нашего, и же на небесе, да будете святи, якоже и Отец Ваш свят есть, тако пастырь Богомудрый пасту Твою учил еси, тако и сам свято пожил еси. Слава. Глаз восьмой. Николи же отпадет любы Твоя, о кронштадтские и они милостиви, тыси надежды исправления жизни нашей, всеоружие пастырства, широта благотворения, и они праведни, упование наше, и ныне, Богородичин. Глаз восьмой. Владычи, соприми молитву раб Твоих и избави нас от всякие нужды и печали. Дом Ефрафов, градис святый, пророков слава, дом украфи, дом. В нем же божественное рождается. Отпелен Господу присвоился еси. И с детства смысл мужа совершенно стяжав, и при мудрости Божией вожелев. Весь Божий обитель был еси, Отче наш, и Анне благодатне. Стихера. Расточи. Стихера. Расточи. 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 Непоплене, поем Тя и неизреченную Твою благость. И ныне Богородичи walk. Никто же, притекая к Тебе, посрамлен от Тебе, исходит, lake чистая Богородица Дева, Но просит благодати и приемлет дарования к полезному прошению. Неделя предпраздкоства. Поите Господу, пойте Господу, Росшемуся от Дева, Воспойте песни воинства небесные, Земние воскресите руками, Бог Бог в человечках, Человек Бог воздаянием, Все таинства совершаются нам днесь, Царь Израиля в Христос приходит, тропарь, глаз четвертый, Сапостолы изыди, вещание Твое в концы вселенная, С исповедники страдания за Христа претерпел Еси, Святителям уподобился Еси слово проповеданием, С преподобными во благодати Божией просиял Еси, Всего ради вознеси Господь без насмирения Твоего превыше небес, И дарова нам имя Твое по источник предивных чудес, Тем же во Христе во веки живы и чудотворчи, Любови милые сущие в бедах, в бедах. Слыши, чада Твоя, веруя Тебя призывающая, Иоанне праведни, возлюбленный пастырю наш, Слава и ныне, Богородичен, глас той же. Еже от века утаенное и ангелам несведомое таинство Тобою, Богородица, сущим на земле и висе, Бог в неслитном соединении воплощаем И крест волею и нас ради восприим, Им же воскресив первозданного, Спаси о смерти души наши. Или предпразднество, глас той же. Готовися, Вифлееме, Отверзися всем едеме, Красуйся, Ефрафа, Як одрева живота в вертепе Процвети от Девы. Райбо оное, чрево явися мысленный, В нем же божественный сад, От него же, ядше, живы будем, И неяко же, Адам, умрем, Христос рождается предше падшей, Восставите образ, Ектиния и отпуск. На Великой Вечернии Блажен Муж Или антифон На Господи Возвах Поставим стихов восемь Вся житейская отлоща, Едиными устны, Восхвалим чудесного светильника Земли Российской и Сия Вселенная, Пастыря Добляга, Пресвитера Иоанна, Светлый образ жизни во Христе Нам явшего, Духом молитвы на земли Пламеневшего, Дар исцелений сугубо От Господа приявшего, Его же молитвами Христос По благочестии Нас даутвердит, И чадо Неколеблемо Церкви Нас явит Во спасение душ наших. Всем сердцем и умом Блажений Иоанни Житие во Христе Возлюбил Иси, Всяк Богоугождение И мудрствоя идея, Труды Твоя богатно Священство благодатью Оплодоносил Иси. На вечере Господне Яко на небеси Восхищенным Духом Соумиленными слезами Алтарю Господне День и одни предстоял Иси. И ныне в вышних предстояй Святей Троица Молитвы вознеси, Да мир умерит И спасет души наши. Путем трезвения Духовного Благоговения Тайн Божьих созерцания Исправления душевного И покоя в Бозе Чертога небесного Достигл Иси. Деяние милосердия И чудес Твоих церков Украшается, Чистотой и жития Твоего нечестия Посрамляется. Словесы Твоих писаний Вера утверждается. Тем же молим Тя Всечестнее Иоанне, Путевождь нам будет В наших обстояниях, Да Тобой наставляемы И заступаемы Царствие небесного Восподобимся. И Насте Хира Глаз и подобен той же. Всем сердцем болезны О тьме языков, Мыслил Иси первое Идти в восточные страны, Зря же паче гиблем Близцы Кронштадт, Повинулся Иси свыше зову, Видением храма Некогда во сне Иоанне праведни. Знаю, рекл Иси священство Высоту, Уповаю же на Бога. Вембо, Якотое есть Крепость моя, От любви божественная Сила Ко Христу Влекущая И утверждающая. Всех вместивый В сердце пастырском, Обезуясь трупы Нищеты, Звал Яси усты Твоими И писаньми К созиданию Жилища Трудолюбия, Да прибежище Обрящут В нем Убозие. О, Учителю благих От веры дел, О, Питателю души Телес Убогих Иоанне, Радости Отчаявшихся Прежде. Попечения Осих Сзена Земли, Образ Быства Его Заступления Еженыне На небеси. Всем Отверстым Сердцем И Со Страсти Исполненным Со Страсти Исполненным Дерзновенные Стижав Молитвы И По Смерти Не Престаеши Сию Свершая И Любовью Вовеки Богатея Источайшей Цельбы И Утешения Всегда И Ане Радостной И Скорой Помощницы Возложением Руки Целивы Прежде Слова Веды Нужды Тя Просивших Ныне Нам Невидимо Предстани Во Христе Живаго Тя Поющим Чающим Твоя Помощи И Заступления Слава Сердцем Веровал Яси В правду Священниче Божий Усты Жа Глагол Яси Воспасение Господь Бытие Мое Господь Избавление От вечной Смерти Господь Вечный Живот Мой Господь Ощущение Избавление Освящение Мое Господь Сила В немощи Пространство В тесноте Моей Свет Во тьме Мир В смятении Моем Слава Тебе Спасителю Мой Сила Всемогущая Слава Тебе Спасителю Сила Вездесущая Слава Тебе Утроба Преблагосердая Слава Тебе Сила Присно Отверзающаяся К молитвам Моим Слава Тебе Око Светлейшее Выну На мя Зрящее И вся сокровенная Моя Видящая Тем же Святия Иоанне Вослед Тебе И мы Ко Господу Возопим Слава Тебе Боже Наш Дивен Иси Во святых Твоих Дивен Иси В научениях Слава Слава Тебе И ныне Царь Небесный За человеколюбие На земле И висе Из человеки Поживее А Девы Бочистые Плоть Приемы И из Нея Прошеды С восприятием Един Есть Сын Сугубь Естеством Но Не Ипостасию Тем же Совершенно Того Бога И совершенно Человека Воистину Проповедающей Исповедуем Христа Бога Нашего Его же Молим Матерь Безневестная Помиловайтесь И душам Нашим Восприимив Ифлием Божией Митрополию Свет Бо Незаходимый В Тебе Родитеся Приходит Ангели Удивитесь На небеси Человек Прославите На земли Волсви От Персиды Преславный Дар Принесите Пастыри Свиряющие Трисвятое Пение Сладцы Воспойте Всякое Дыхание Дохвалит Вседетеля Походе Прокимин Две Чтение Три Пророчество Израилева Так Оглаголит Господь Обратитесь Око Мне Всем Сердцем Вашим В посте И в плаче И в рыдании И расторгните Сердца Ваши Ани Ризы Ваши И обратитесь Око Господу Богу Вашему Яко Милостив И щедр Есть Долготерпелив И многомилостив И раскаивайся От злоб Злобах Кто Весть Обратиться Ли И раскаяться И оставить За собой Благословение И жертву И возлияние Господу Богу Вашему Востреб Востребите Трубою В Сионе Осветите Пост Проповедите Цельбу Соберите Люди Осветите Церковь Изберите Старейшины Совокупите Младенцы Сущие Сосцы Да Изыгет Жених От ложа Своего И невеста От чертога Своего Между Степеньми Жертвенника Восплачатся Жерцы Служащие Господу И рекут Пощади Господи Люди Твоя И не дашь Достояние Твое Наукоризну Да Не обладают Ими Языцы Да Не рекут Воязыцах Где Есть Бог Их И Возревнова Господь От земли Своей И пощади Люди Своя И Отвеща Господь Людям Своим И рече Сеаз Вам Послю Пшеница И вино И масло Древяное И Насытите Ся Их И не дам Вас К всему На поругане Воязыцах И сущего От севера От жену От вас И отрину Его На землю Безводную И погублю Лицей Его В море Первим И заднее Его В море Последним И взыдет Гнилость Его И взыдет Смрад Его Яко Возвеличи Дела Своя Дерзай Земле Радуйся И веселись Яко Возвеличи Господь Ежесотворите Дерзайте Скоти Польсти Яко Прозябну Шаполя Пустыни Яко Древо Принесе Плод свой Виноград И смокви Даша Силу Свою И чадо Сионя Радуйтесь И веселитесь О Господе Бозе Вашем Яко Даде Вам Пищу Вправду И Одождит Вам Дождь Ранний И поздний Яко Жи Прежде И Наполнится Гумна Ваши Пшеницы И Призлиются Точила Вином Елеем И Воздам Вам Вместо Лет Вня Яко Поедоша Сорочество Так Оглаголят Господь Уведите Яко Посреди Израиля Аз Есмь И Аз Господь Бог Ваш И Нест Иного Разве Мене И Не Посрамится К тому же Юна Ты Ваши Виденье Увидят Яко Нарабы Моя И Нарабы Немо Я Водни Он И Излию От Духа Моего И Дам Чудеса На Небеси И На Земле Кровь И Огонь И Курень Дыма Солнце Обратится Во Тьму И Луна В Кровь Прежде Неже Прийти Дню Господне Великому И Просвященному И Будет Всяк И Ж Призавет Имя Господне Спасется Соборного Послания Якова Чтение Возлюбленный Аще Кто Речет Яко Люблю Бога А Брата Своего Ненавидит Ложь Есть И Ибо Не Любя И Брата Своего Его Же Виде Бога Его Же Не Виде Как А Может Любите И Сию Заповедь Имам От Него Да Любя И Бога Яко Иисус Есть Христос От Бога Рожден Есть И Всяк Любя И Рощ Шего Любит И Рожденного От Него А Сем Вемы Яко Любим Чадо Божие И Гда Бога Любим И Заповеди Его Соблюдаем Сия Бо Есть Любы Божие Да Заповеди Его Соблюдаем И Заповеди Его Тяжки Несуч Яко Всяк Рожденный От Бога Побеждает Мир И Сия Есть Победа Победившая Мир Вера Наша Кто Есть Побеждает Мир Токмо Веру Яко Иисус Есть Сын Божий Послание Христо Христо Иисус Глаз первый. Отче наш, и послушать о Бог, и помазать о Елеем радости вечные, и ныне, Богородичен, глаз той же. Утро святозарное, света невечернего, зрим тебя, Дева, из тебе во произыде, и же тьму греховную разгна, духа теплотой и сердца оживив, того прилежно молящий, не пристай о нас. Тебе молимся, и же истинному Богородицу, исповедающие тебя. Примите, ясли его же в купине Моисей, законоположник, провиде в Хариве, ныне рождаемо от Девы духом божественным. Та есть я же в законе реченная, та есть пророческая печать, я же Бога плотью тленным являющий, ему же поклонимся. Отче Иоанне, приблажение всех святых подражателей, быв святую веру патриархов, стяжал еси, пророков и апостолов, ревность, святителей же преподобия и богомыслия, исповедников дерзновения, бестеребреников в безмездную помощь, преподобных подвижников непрестанную молитву, всего ради святую твою память светло празднуем. Расточи да Део Богим, правда ее пребывает вовек. Отче наш Иоанне, богомудрый страхом, на чен Божием высоту премудрости разумел еси. Любови же Христу страспявся, и свойственнейший Ему быв. Последи страх, любови изгнал еси, и мать Бобо муку страх, як же апостол в любве научил еси нас, тем же отче верных украшал еси разумы, и боголюбить и стадо Твое научил еси. О Иоанне, Христа Бога, моли, даровать ей нам благодать сию и велю и милость. Готово сердце его уповать и на Господа. Господь, сила сердца моего, Господь, свет ума моего, Господь, покой мой и радость моя, моя вера, надежда и любы. Сей есть пища моя и питье мое, одежда моя и покров. Вразумил бы и нас, отче святый, сия словеса Твоя разумети. И в Господе полагать и спасение наше, подачь нам от благостыни Твои я, якоже, или я, или севи, да будет в Господе вся наша надежда и утверждение слава. Не отцы наши возвестиша нам, не же старцы поведаша нам, сами бо видихам Тобое бываемые чудеса, сами испытахам благодать от Тебе изливаемую. Ближние наши исцеляхуся, прикончи несущие здравия отодрава ставаху, всякое прошение наше молитвою Твоей исполняхуся, тем же почитаем Тя, якого угодника Божия и предстателя за нас пред Господем. Ныне Пачи всех тварей возвысился Иси, Богородица Дева, за ней с братья в жилище себе, и же в вышних живых, да возведет падше естество наше, тем Ти припадаем, я, как матери спаса нашего, Ты, Иси, наша надежда, Ты, Иси, наше упование, не отрени нас, ищущих Твоей, я помощи. Господи, Вифлеем пришед, вертеп вселился Иси, небо престол имея, в яслях восклонился Иси, его же воинства окружают, ангел пастырем снишел Иси, да спасеши, якоб благоутробен род наш, слава Тебе! Тропарь, глаз четвертый. Соапостолы, изыди вещание Твое в концы вселенные, с исповедники страдания за Христа претерпел Иси, святителям уподобился Иси слово проповеданием, с преподобными во благодати Божией просиял Иси, всего ради вознеси Господь бездну смирения Твоего превыше небес, и дарова нам имя Твоего источник предивных чудес, тем же во Христе во веки живы и чудотворче, любови милуя и сущее в бедах. Слыши, чадо Твоя веруете, призывающая Иоанне праведни, возлюбленный пастырю наш. Тропарь святому Иоанну Ежа от века утаенная и ангелам несведомое таинство Тобою, Богородица Сущим, на земле явися, Бог в неслитном соединении воплощаем, и крест волей нас ради восприим, им же воскресив первозданного, спаси от смерти, спаси от смерти души наши. Готовися, Вифлеем, отверзися всем едеме, красуйся Ефрафа, як одрева живота в вертепе процвете от девы, райбо оное чревое вися мысленный, в нем же божественный сад, от него же ядше живи будем, неяко же Адам умрем, Христос рождается прежде падшей, восставите образ наутренне. По первой кафизме Сидалин, глаз четвертый. Не презрел еси отче Иоанне, ни странно, ни пришельца, но всем был еси благо милостив и щедр, сирот отец и вдовом защита, многих одеяния и алчущих пища. Помяни и нас, убогих чад твоих, и не отряни от благодатной любви твоей я. Слава и ныне, Богородичен, глаз той же самоподобен. Удивися, Иосиф, ежи паче естества, зря и внимаша мыслью, ижи наруно дождь, в бессеменнем зачатии твоем, Богородица, купна огнем неопалимую жезл ааронов прозявший, и свидетельствуя обручник твой, хранитель, священником взываша, два рождай, дева рождает, и по рожестве паки и дева пребывает, и предпразднеству, глаз первый. Преклонивай небеса, и в деву вселивайся, происходит плотью, и в Вифлеемстем вертепе родитесь, якоже писася, видитесье же младенец, младенца оживляя его утробе, всего радующееся, ныне срящим си сердца правостью. По второй кофейзме Сидалин, глаз пятый. Божественной силой укрепляем, победил Еси невидимых врагов искушения, и к свету невечернему приставился Еси. У врачу и душ наших страсти, и советам твоим наставины, ты, боврач и утешитель, всем от Бога дан был Еси, и Анне, отче наш, слава. Не искусобрачная невеста-богородительница, я же Евину печаль, радостотворенная, воспеваем тебя верное, радостотворившая, воспеваем тебя верное, и поклоняемся тебе, як избавила еси нас от древней клятвы, и ныне молись и за ныне пристанно всепетая, воеже спастись и нам. Радуйся, Сионе, Вифлееме, украсися, всех содержитель, звезду предпослав, возвести безмерное свое схождение, его же трепещут небесные силы, воистину рождается от девы непреложно, един человеколюбец. Величаем тебя, святые, праведные очи и Анне, и чтим святую память твою, ты бы молишь и за нас, Христа Бога нашего. Солом избранный, блажен муж, бояйся Господа, в заповедях его восхождь взяло. Сидален по Иллеи, глаз восьмой. Слово Божие, пламенный служитель Иоанне, Богодухновенне, и вместилище вере Христовой, ты был, Иси. Всего ради Господь, якожа нового Авраама, отца многих поставитя, молюба, уба, отче святый, я же всем нам, чадом Божиим, быти, и душам нашим спастися. Слава и ныне, Богородичин! Небесную дверь и кивот, всесвятую гору, святозарный облак нарицаем, Тя, Дева, и небесную лестницу, словесный рай, и Евина избавления, вселенная всея великое сокровище, яко спасение в Тебе саделось о мирове, и оставление древних согрешений, всего ради вопиемки, моли Сына Твоего и Бога при грешении оставления даровать, и благочестно поклоняющимся при святому Рождеству Твоему или предпразднество Глаз Шесты ангельские силы подобен. Свирели пастырских, представляющие песни, воинство ангельское возгласи к ним глаголе, пристанете, свиряющие, иже над чередами посом их старейшины, возопите поющие, яко родися Христос Господь, благоволивый спасти, яко Бог род человеческий. Прокимин, Глаз 4. Священницы Твои облекутся в правду, и преподобные Твои возрадуются. Стих, помяни Господи Давида и всю кротость Его. От луки святого Евангелия чтение. Зачало 24. Во время Оно ста Иисус на месте равне, и народ, ученик Его, и множество, много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и поморья Тирска и Сидонска, иже приидоша, послушайте Его, исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, исцеляхуся. И весь народ искашат, и касайтесьи Ему, яко сила от Него исхаждаша, исцеляша вся. И той возведе очи Свои, наученики Своя, глаголоши, блажены нищие духом, яко Ваше истарствие Божие, блажены алчущие ныне, яко насытитесье, блажене плачущие ныне, яко вас смеетесье, блажене будете, и когда возненавидит Вас, человече, и когда разлучат Вы и поносят, и пронесут имя Ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день, и взыграйте, себомзда Ваша много на небеси. По восьмом псалме, стихира, глас шесты. Ангели земны, дружа человеком, органи утешителя духа, носители любви Христовой, печальнича о всем мире и уста всех верных, утешения печальных и скорбящих, заступнича гонимых врачу душ и телес, отче и молитвенниче, святые праведные Иоанне, прийди и стань с нами, да вознесем вкупе с Тобою хвалу и благодарение Спасителю Богу, славное совершая сие торжество. Канон Пресвятые Богородицы или предпразднества на шесть ермасов и святаго на восемь. Его же краестроча моя жизнь во Христе, ему же пою во вся веки. Глаз шестый, песнь первая. Ермас. Море черную пучину, неблаженными, невлажненными стопами древней пешешествовал Израиль, крестообразная в Моисеевыми руками, а Маликову силу в пустыне победил есть. Моя чувство и ум, утверди, Спаситель мой, да возмогу достойне воспеть и молитвы, и подвиги возлюбившего тебя и тобою возлюбленного служителя твоего отца нашего Иоанна. От юности первозданному апостолу во святем храме и его пете предизбранной, светлости и креста озаряем, греховные мглы избегал и спасители. Богу молитвы и пение вознося непрестанно блажение. Яка же или я коресницей огненную, так и ты коресницей добродетелей на небо вошел и си. От аноду же не спасла и нам жития исправления Господа умоли, богородичин. Жизнь вечную и тобой, богородица, дева, И же жизни райские некогда лишившися, за не родилась единого, безначального и вся животворяющего. Песнь третья. Ермос. Веселится о тебе церковь твоя, Христе зовуще, ты моя крепость, Господи, и прибежище, и утверждение. И нравом причастник, и житием подражатель, апостолом быв, Богодухновение, Слово истины до конца исправил Еси. Зрительное царствие небесного бедушевное око твое, понежечисто бысть. Всего ради житие светле управил Еси, ежечтуще обозитья прославляем. Не трудяйся да не яст, словеса апостола, братья твоей, вещал Еси. Тем же и дом трудолюбия у Богих ради воздвигал Еси. В нем же нищие немощные возмогут удавление быти, питающийся отдел рук своих, Богородичем. Вся свет Еси, владычица, вся святыня, вся благость, вся премудрость. Вся можешьи, яко мать и всемогущего, единая, и та же всесовершенна, яко мать и всесовершенного царя славы. Сидалин. Глаз восьмой. Плачь мнозих агрессиях, к престолу Вышнему вознося, не без преклонения во святей литургии, духом созерцая. Деяния и проповедания неразрывны и мы. Твоими делы и чудесы великих отцев наследник достойный явился Еси. Иоанне блаженне, миру кронштадтских светильниче, молись о душах наших. Слава и ныне, Богородичен, глаз той же. Недвижимое утверждение веры и божественное дарование душам нашим Ты и Си, причистое. Тем же к Тебе, припадающе, купно с архангелом в Апиемке, радуйся, родившего спаса нашего. Радуйся, заступница и ходатайца рода христианского. Или предпраздництва, глаз той же. Ищрево прежде веки от Отца воссиял, неслиянни слове Божие бессеменного предгрядец от Твоя утробы. Пречистое. Временами последи, возносяй, и же древле, люти попал в шагася, и к древней доброте возводя. Яко милосерд, его же рожеству воинства бесплотных предидут, и человеком победная тайна высылают. Слава, взывающая Богу, даровавшему нам мир, разрушившему средостенье вражды, якоже изволи. Песня четвертая. Ирмос. Вознесена Тя, видевший церковь на кресте, солнце праведное, став чине Своем, достоин называющий. Славе силе Твоей, Господи. Основание твердо Христа имея, во страннолюбие Аврааму древнему уподобился Иси, от всех стран к Тебе приходящие приемли, и ко Господу тех приводя, и така угодное Богу творил Иси. Храм Богу сердца Твое хотя устроите, в дому Божием непрестанно служите, возжалел Иси, украшая душу Твою небесными добротами. Росой подвигов Твоих вся страсти телесные угасил, возжегал Иси просвещение бесстрастия, тем же и Сын вечного дня явился Иси, отче блажение. Богородичин. Иезекииль божественный, причистая, врата заключена в пронарече Тя. Ими же пройди нерастворенно, единый привечный мир свой дав нам. Песня пятая. Ты, Господи мой, свет в мир пришел, Иси, свет святый, обращая из мрачно неведение, веруя воспевающие Тя. Сподобился Иси вышних дарований, отче Господу Твоему, непрестанно служая апостольские труды, присно подражая. Тленная Твоя плоти сладострастия умертвив, душу нетленную благочестием оживил Иси, и сию дом Духа Божественного сотворил Иси. Евангелие Христово всем усердно проповедует, трапезы Господней причастник повседневный был Иси. Сам себе и пасту Твою, яко жертву, живу и святу Богове устрояя. Богородичен. Единого от Троицы родила, если причисто, и милосердие ради на земле явшегося во двою естеству, его же непрестанно молись спасти души наши. Песня шестая, Ермос. Пожруйте и согласом хваления Господи, церковь вопиетти от бесовских крови очищения, очищайся, ради милости от ребр Твоих, истекшей кровью. Маслина плодовита в дому Господа Твоего был Иси, Иоанне Богоявление. За не ведение Божественного Господь даровать и в делании апостольским укрепитья. Уди тела Христова есть и вы, такоса апостолом проповедовал Иси, и Христа Единого любить и учил Иси, да все едино будут. Житие Твое свято, Слово Твое благомудре благодати Божией исполнено, сердце Твое молитвы благодатные сосуд, бысть. Всего ради веры и любови Тя почитаем. Богородичин. Истинство ангельское удивися, я же в Тебе чуду неизреченному, причистая Дева, как оба плоть восприят от Тебе, и же бесплотен Сы и вся содержай. Кондакт, глаз четвертый. От младенства Богом избранный и во отроществе дар учения чудесно от Него приемы. И к пресвитерству в сонном видении преславно призван быв. Пастырь дивной церкви Христовой явился и сиотче, и анне. Благодати Ти заимените, моли Христа Бога всем нам с Тобою в царстве и Божием быте. Икос. Дух Святый во пророцах, глаголевые апостолы, всю вселенную просветивы, мученикам крепость даровавы и через святители веру православную уяснивы. Благодать Свою излия обильно Тя, очи и анне, веру Бог Христову словом делай всем житием Твоим возвещал еси. Тем же вселение Своя призватья Господь, и ныне у престола славы Ее предстоя молися всем чтущим Тя с Тобою в царстве и Божием быте. Песня седьмая. Своя ты явился еси, очи, вся призывая звати, благословен еси в церкви славы Твоей я Господи. Образ Божий человеком есть. Ты же, очи и анне, зерцала любве Божией. Пресветло был еси, и дом святые Троицы, южа и мы грешни прославляем. Южа от Господа благодать приял еси, воеже недуги и страсти исцеляти человеком. То и нас присно посещай, да все с Тобою единомудренно поем. Благословен еси Господи Божий во веки Богородичен. Владычица спаси роды Твои, спаси единокровная Твоя. Спаси, Ней Матерь, живота и всего рода человече. Аще недостойны есмытя, Матерь, себе нарещи, освети, утверди и спаси нас молитвами Твоими. Песня восьмая. Ирмос. Руцерас простер, Даниил, Львов, зияние в рове, Заче. Заче огненную же силу угасиша, добродетелию припоясавшейся благочестия, Рочителю отрасы взывающей, благословите все дела Господня Господа. Очисти сердца и мысли наши молитвами Твоими, и яко землю подоносну покажи ны. Да добродетелию припоясавшейся зовем, благословите все дела Господня Господа. Господа, венцем благодатных даров венчался Иси, премудрость высшей созерцая и приз назовы, благословите все дела Господня Господа. Богородичен. Большое спасение, радуйся, Тобою от земли на высоту взять и быхом. Радуйся, благословенная, по крови и я ржава, стеной утверждения поющим. Господа, воспевайте дела и превозносите его вовеки. Песня девятая. Ермос. Камень нерукосечный от несекомой горы тебе, дева, краеугольный отсечеся Христос, совокупивый расстоящееся естества, тем веселящийся Тя, Богородица Величаем. Воистину свет миру был Иси, Отче Святый и Божественный, бодетельми душу удобрив. Божественными же бодетельми душу удобрив. Пастырь изряден православной церкви явился Иси, всем верным образ, быв словом и житием, всего ради Тя ублажаем. Едино садетеля им же и о нем же всяческое во всех, вым пред зря, пред умом своим, тому чистым сердцем и неблазненной душою всем житием Твоим поработал Иси, яко Господу своему работаю, мамонни, никако же прирозився. Князь и восхвалиший народ мног прославит Тя, Ты же славу земную презрев в вечных обителях Божьих, возжелал Иси быти, и тамов прославляти Господа вовеки, Богородичин. Иже привечен Сы, снигиво утробу Твою, Пресвятая Дева, и неизлеченно, паче ума и слова, родися от Тебе, да обновит древнего Адама, тем Тя, яко виновница нашего обновления, присно, величаем, светилен. В храме первозванного ученика Христова священно действуя и того апостольское служение веры, ревностно подражая, делатель добрый сада Христова был Иси, яко плод мног верный ко Господу Твоему привел Иси, и в честье житие выну вещая, моя жизнь во Христе есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь, Богородичин. Иже от Тебе рождейся, Пресвятая Дева, и от Духа Твоего, своего, излиявай на всякую плоть, освети, прослави и прият вселение своя, верного служителя своего, молитвенника, проповедника, еще же и пророка, с ним же не пристай, молящи, зачтущие Тя. Украсите в Вифлееме новое жилище, ясли и верте пастыри сонмища, волсвет востоков в него предварите, звезда светлостью, Дева во уже всесовершенного, яко младенца, в том рождает. Нахвалите их стихиры, глаз восьмой, подобен от преславного чудесе. О, прирадостная повести! Бога молит от ракеан, Божие просит милости, ежепросветите Ему смысл, не спростерся пред иконою, скорбь души пред Богом исповедуя. И все пелена от очи и ума от рача снимается, и светом Христовым от рак озаряется. Да келия сотворит, и многие научат. Да велия сотворит, и многие научат. А чудес, о чудес произобилия, о любви живое облистание, Кто не подивится Твоему благотворению, и еже к убоге милосердию, славному лекийских мир святителю, не исчетностью чудес подобился Иси. Тем же грады и веси земли русские и они праведны, видишь, а с тобой свет Христов. Яко же свет и теплота, солнцу не разлучни, не разлучни, так и тебе, святостью учительства, любые милосердия присущи быша, и они священнейшие. Людям благодарование, тем же, о пастырю, буди согревая и просвещая нас, буди, яко же солнца, душам нашим. Слава, глаз седьмой. Поклоняйся святым иконам, славлю Христа Бога воплощенно, образа славы Отчия, исповедую Отца безначально, Сына родившего, прославляя богоподобие человеков, и же храмы святаго Духа суть, зря же квеста образ, чувстви имом силу креста животворящего, все есть богословия Твое, Отче святый. Им же великим учителем церкви уподобился Иси, образы иконописней во славу первообразных, почитая. Ныне Богородичен, глаз той же. Родился Иси от Девы несказанно Христе, и просветил Иси сущее во тьме вопиющее, Господи, слава Тебе. Или предпразднество, глаз второй подобен, Доме Ефрафов. Придите, земнородни, и согласно Деву, Богородицу Марию, воспоем непрестанно, из нея же Христос рождается. Славословие великое и отпуск. На литургии блаженно святагость, песен третьи. Возвеселитесь, возвеселится праведника Господи, и уповает на него стих. Услыши, Божий глаз мой, Внегда молитимеся к Тебе. Соборное послание Иоанново чтение, Зачало семьдесят третье. Возлюбленные. Возлюбим друг друга, Яко любы от Бога есть, И всяк любя от Бога рожден есть, И знает Бога, А не любя и не позна Бога, Яко Бог любы есть. Осем явися любы Божия в нас, Яко Сына Своего Единородного посла Бога в мир, Доживи будем им. Осем есть любы, Неяко мы возлюбихам Бога, Нояко Той возлюби нас, И посла Сына Своего очищения о грестях наших. Возлюбленные. А счаститься возлюбил есть нас Бог, И мы должны есть мы друг друга любите. Аллилуйя. Глаз четвертый. Готово сердце, Его уповать и на Господа. Стих. Благ муж, Щедре и дая. Рече Господь, Яко же хощите, Дотворят вам человеки, И вы творите им такожде. И аще любите любящие вы, Кая вам благодать есть. И вы грешницы любящие их любят, И аще благотворите благотворящим вам, Кая вам благодать есть. Яко и грешницы тожде творят. И аще взаим даете, А от них же чаете восприятие, Кая вам благодать есть. И вы и грешницы грешникам взаим давают, Да воспримут равное. О бачи любите враги ваши, И благотворите, И взаим дайте, Нечисо же чающе. И будет за ваше много, И будете сынови вышнего, Яко той благ есть. На безблагодатные и злые Будете у вас милосердие, Яко же и отец ваш милосердь есть. Причастен в память вечный будет праведник, А слуха зла не убоится. На отпусте. Вспоминаем святаго праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца. Устав о празднице святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Акафист. Кондакт первый. Избранному во иереях, Дивному угоднику Божию Иоанну, Пастыре и учителю, Остариях молитвеннику, Скорбным утешителю, Земли российские светлому светильнику, Все житие свое, На служение Богу и ближним посвятившему, И множество грешников на покаяние обратившему, Многим же болящим исцелению Бога и спросившему, Похвалы вознесем, Яко ходатаю нашему и скорому помощнику. Ты же, Отче, яко имея дерзновение ко Господу, От всяких нас бед свобождай, Дозовемте их валебно, Радуйся, Яне, Новый российский светильниче, И теплый о нас к Богу, Молитвенниче, Икос первый, Ангела-хранителя своего, Ище шестолетен сый, Светлости неизречений, Яве узрел я сиянье, Иже и рече тебе, Яко по повелению Господню, Всегда невидимо соприсутствует, И хранит тебя от всех зол. Тем же от юности избранника Божия, Тя ведущая, Взываем сицы, Радуйся от младенства, По предуведению Богом избранной, Радуйся от юности в служении Ему, Того благодати призванной, Радуйся, Ангела-хранителя Твоего, Из детства добрыми нравы вселивый, Радуйся, Николи же того, Чина печаливый, Радуйся, Яко незримый хранитель Твой, Яве тебе явися, Радуйся, Яко того, Всегда храните Тя обещався, Радуйся, Благочестивых родителей, Чада возлюбленная, Радуйся, Теми из детско-страси Божием воспитанной, Радуйся, Воздержанию от юности себе обучивый, Радуйся, Во убожестве и нищете, Младые дни своя препроводивый, Радуйся, Яко благонравия Твоего, Ради благодать Божией, Яве на Тебе почиваешься, Радуйся, Яко тарице Твоей, Всегда благоумиленно творяша, Радуйся, Иоанне, Новый российский светильниче, И теплой, Анаст Богу молитвенниче, Кондакт 2. Видим Тя богомудрия Иоанне, От юного возраста благодатью Божией осененно бывше, И ею таинственно надобродетельное житие наставляемо и руководимо, Тем же имущий Тя во образе нам и подражание во образ умильного пием Христу Богу, Аллилуйя. Икос 2. Разум Твоя измлада в изучении священных и отеческих писаний, Углубив Иоанне, Из них восприял Еси обильно воду живу, От источника святаго духа проистекающую, Тем же молим Тя, умоли благого Господа, Да сподобит причастника быть Еси оживительные струи, И нас, взывающих Тесица, Радуйся от младенчества чисто себе от страстей соблюдивый, Радуйся благодать святаго крещения целую и невредимую сохранивый, Радуйся чтения божественных писаний усердно возлюбивый, Радуйся сокровенный в них смысл правый и добрый уразумевый, Радуйся во учении к нижним прилежания примерные показавый, Радуйся в любомудрие естественным и духовным славно преуспевый, Радуйся любомудрием Твоим мира прелести скоро распознавый, Радуйся тех сетей, яка орел высокопарный, мудр и сбежавый, Радуйся северные российские страны чудные и светлые воспитания, Радуйся мрака греховного в людях разгнания, Радуйся всем притекающим Тебе скорое вспоможение подаваяй, Радуйся многомощное нам пред Богом заступление являй, Радуйся я, не новый российский светильничай теплый, А нас к Богу молитвенничай. Кондакт третий Сила благодати Божия недостающая восполняющая, Обильно излияся на Тя, Иоанне преснопамятне, Игда от святителя Христофорова и Иерея рукоположен был Иси, И граду Кронштадту пастырь ученен, А кто-либо начал, если учите люди, Ежеверно служите святей Троицы и пейте ей, Аллилуйя и Костретий. Имея любовь божественную в сердце своем, Мудре и Анне, И уставы воздержания строго соблюдая, Удобь поборол я сей страстей, Двизания, Николи же темы запят быв, Тем же я, кому же силен и шел есть и наделание Нивы Господни, Словом Акиралом разрыхляя отвердевшее И оледеневшее сердца человеческие, Согревая Тя молитвой теплотою любви Твоей Я, И насевая в них семена искреннего покаяния и живые веры, Всего ради восписуем Ти похвалы таковые, Радуйся избранный сосуд Божьей благодати, Радуйся даров небесных вместилища, Радуйся всем сердцем и всем помышлениям Твоим, Бога возлюбивый, Радуйся, Всего ради чада Твоя духовная и искренняя того любите, научивый, Радуйся заповеди Божьей уставы, Церкви о постях опасно хранивый, Радуйся, Любовь Твою к Богу и ближним деяньми и ученьями Твоими, Проявивый, Радуйся от юности над тростьми воцаривайся, Радуйся, славен победитель над теми явивайся, Радуйся в мире поживы и примирно, Радуйся на земли мудрствовы и небесно, Радуйся царства православно-российского столпи непоколебимый, Радуйся православия и добрых обычаев блюстителю непозыблемый, Радуйся, Иоанне, новые российские светильничи и теплые о нас к Богу молитвенниче. Кондак четвертый Бурей многих бед и волнений житейских одержимым нам помогай, отче Иоанне, Яко же и в животе Твоем помогал еще всем с верою к Тебе притекающим, Да все Тобои с помощьюствуеми, благодарно Тебе поем Богу, Аллилуйя! Икос четвертый Слышав апостола глаголище, наше житие на небесех есть, Из младого жила внаследовать и е, Маловременно сие житие, не во угождении плоти и страстем, И ждил е си Иоанне, но во ощущение души от помыслов греховных, Тем же имущий Тебе в образе богоугодного жития и помощника во благочестии взываем тесицы, Радуйся, Света Евангельского, в наши дни светлое блистание, Радуйся, омраченных душ, вседейственное просвещение, Радуйся, Яков Божественное Писание, весь ум Твой в перил еси, Радуйся, в них во стезю правую, в царствие небесное обрел еси, Радуйся, Яков вся одеяние Твоя, свет миру быша, Радуйся, Яков Тобою, Отец Небесный, дивно прославися, Радуйся, Яков Слово Твое, не бей, Яков Жакимвал, брецае, Мертв, нечувствен, Радуйся, Яков Тое бяша воистину, живо и действенно, Радуйся, Яков Тобою, мертвие духом верою оживляются, Радуйся, Яков падшие в бездну греховную Тобою к покаянию возбуждаются, Радуйся, Яков Тебе, неустрашимого обречителя и крепкого противобоца, Врагом истины верные обритоша, Радуйся, Яков Тебе, не новый российский светильничий теплый, а нас к Богу молитвенничая. Кондакт Пятый Звезда многосветлой земли российские, мрак греховный просвещающая, Явился и священник Иоанне, Тем же и ныне подашь просвещение сыном российским, Тьмой заблуждения объятым и во власть нечестивых предавшихся, Да познают свое окаянство, и, обратившись ко Господу, в покаянии возопьют Ему, Аллилуйя! Икос Пятый Видевши расисте народы великого тя благочестия проповедника и многомощно пред Богом молитвенника и предстателя, Во множестве отовсюду к Тебе притикаху, И ныне же издалечия письмена Тебе посылаху, Исцеление в болезнях, совета в недоумениях и утешение в скорбях просящи, И, улучивши желанное, благодарственное Тебе взываху, Радуйся, Иоанне, новой миру светильниче, Радуйся, несредственной молитвах Богу собеседниче, Радуйся, яка Твоя молитвы сильны и многомощны, Ежевладыку умилостивляти, Радуйся, яка Твое к Нему предстательство многодейственное, Благость Его на щедродательство подвязати, Радуйся, яка Тобою по мере веры подаются благодатное исцеление, Радуйся, яка недугающие приемлют Тобой скорое недугов своих в здравие применение, Радуйся, яка грешние на покаяние Тобою обращаются, Радуйся, яка бесчини крамольницы Тобою вразумляются, Радуйся, яка безумние глумители над тайными верами веры Тобою посрамляются, Радуйся, яка посмеятели чудесных Твоих деяний Тобою подобающее вразумление приемлют, Радуйся, скорбящих благодатный утешителю, Радуйся, в недоумение сущих благостный вразумителю, Радуйся, я, не новый российский светильничай и теплый, А нас к Богу молитвенничая, Кондак 6. Проповедник истинный богоносным отцем подражая, Всего себя на служение Богу и ближним вдал еси, И сам священство нася покоя не ведал еси, Службы Божию в храме присно совершая, И в домех верных молебное пение воспевая, Нуждающимся же щедро благотворя, так оно именование благотворца и бессеребреника стяжал Еси и Иоанне. Тем же и во успении твоем расисти люди прославляют имя твое, и вечную память тебе возглашающе поют Богу Аллилуйя. Икос 6. Воссиявая, Девы Христос, Бог наш, и тьму и залобесие светом Евангелия разгнавый, явитя, очи Я, неверно и ревностно проповедника своей Я истины, клевветы лукавого извращаемая. Тем же, яка имей дерзновение ко Господу, избави от тех злобы и коварства всех воспевающих ти таковая. Радуйся, служители Христов изрядны, радуйся, во иереях угодниче того приизящны, радуйся, яка был яси дому Божия страшне усыпны, радуйся, яка посолом твоим был яси от тати и духовных крепкий хранитель. Радуйся, писаниями твоими многих от любви мирские к любве Христове подвигнувай, радуйся, вещаниями твоими любовь Божию к человекам, к искуплению и промышлению нам явленную изъявивай. Радуйся, действие Духа Божия на сердца человеческие удобо постижно сказавый, радуйся, тайну молитвенного с Богом собеседований яви указавый, радуйся, целомудрие в законном супружестве твоем чудесно сохранивый, радуйся, многое чадо духовное покаянием породивый, Радуйся, в сердцах верных благую память по себе оставивай, радуйся, яка память сияй, яка праведника, незабвенно прибудет вовеки, радуйся, Иоанне, Новый Российский, светильниче, и теплые о нас к Богу молитвенниче. Кондак 7. Хотя все благие Господь утешите верные люди своя и обратите беззаконных от злых дел их, воздвижите, а пророка земли нашей, яка же некогда Неневии, граду великому Иону, Да проповеси гнев Божий, грядущий вскоре на землю нашу, я же избысья по твоему вещанию, ибо непокаяни в гордыне своей прибыхом, непокаяни в гордыне своей прибыхом, и невосхотехом с тобою смиренно петь и Христу Богу, аллилуйя. Ико седьмой. Иного знамения гнева Божия постигоша наш, за ней невосхотехом вняти богодохновенным твоим глаголом, держава бороссийская подеся, и лютым безбожником во власть предодеся, и же честные обители иноческие разориши, святые храма скверниша, и вся благочестивые люди люто озлобиша, и множество духовного и мирского чина мученической смерти придаша. Тем же из глубины души покаяния Господу приносим и к твоей молитве прибегаем, до прощения грехов наших и милости Божия сподобимся, тем же, якопрестателю нашему умильно глаголем, радуйся покаяния велегласной проповедниче, радуйся грядущего гнева Божия на люди согрешившие, неложной провозвестниче, радуйся нечести людского громогласной обличителю, радуйся о исправлении тех ревностной рачителю, радуйся царства православно-российского при животе твоем крепкий оплот былый, радуйся откра, мол, во дни он и тоя сохранивый, радуйся государей благочестивых, пресны молитвенниче и споборниче, радуйся мудрый тех наставниче и охранителю, радуйся о власти царствий, яка богоустановленней многое словеса провещавый, радуйся к послушанию и верности законной власти той люди, чайливо приводивый, радуйся молитвами твоими престолы царей благочестивых ограждаяй, радуйся суды правды в людях творить и тех получаяй, радуйся и они новые российские светильниче и теплые о нас к Богу молитвенниче. Кандак восьмой Страннолепный и ангелоподобный путь жития земнага свершил Еси отче Иоанне. В мире и Бог пожив, в воздержании и целомудрии во всегдашнем Бога словословии, великим отцем последовал Еси. С ними же ныне на небеси Христу веселей предстоя и молитву о мире принося, вынув поеши, аллилуйя. Икос восьмой Все православные люди, якажи в животе твоем, так и по представлении, свели ее любовью чтут тебя отче Иоанне, якавелия дерзновения к Богу имоши, и молиши благость его о всех к тебе притекающих и так обзывающих. Радуйся благого корень и доброе прозявление, радуйся благочестивых родителей честное рождение и благое воспитание, радуйся, яка малая весть сура твоего ради вне рождения и воспитания всей земли российской, ведомо сотворися, радуйся, яка град Кронштадт. Твоим внем служением прославися, радуйся, яка милосердными делы твоими, вся земля российская наполнися, радуйся, яка весть о чуднем и святем житии твоем и за пределы я распространися, радуйся, яка писания твоими тайна благодатного с Богом общения и въясняется, радуйся, яка семья. Твои писаниями свет духовного, озарение в сердце чтущих я изливается, радуйся, яка в писаниях твоих чистота души твоей яви прозревается, радуйся, яка в них, яка же зерцали богоподобие души человеческие отображается, радуйся, яка богомудрыми писаниями твоими, не только мы люди российские, но и иноземные ко благочестию своему назидаются, радуйся, яка теми писаниями, истинная вера воссеивает, и мрак ересей разгоняется, радуйся, я, не новой российской светильниче и теплой, а нас к Богу молитвенниче. Кондак 9. Всякое слово не давлеет похвале твоей, отче Иоанне, ты бы духом святым движим от юности Бога усердно послужил еси. В изучении священных писаний много лета усердно труждаяся, и разум глубок стяжевая, даже о научении от раков и о пастве твоей прилежно пекися. Всех поучал еси разумно пеки Богу, аллилуйя. Икость 9. Радуйся, цевница Бога вещанная, радуйся, гусли духа сладкозвучные, радуйся, словесы и писаньми твоими догматы веры уяснивый, радуйся, вещаньми твоими верных смыслы в православии утвердивый, радуйся многих колеблющихся в истине веры утвердивый, радуйся горделивого в своей мудрее хулителя тайн в Церкви Христовой. Не боязненно обличивый. Радуйся, радуйся, яко тобою полки богоборцев побежденный быша, радуйся, яко сонмы посомых твоим пастырским рачением царствие небесное улучиша, радуйся разума божественного мудрый изъявителю, радуйся тайн церковных благоговейный совершителю, радуйся благонадежный наш царствие небесное руководителю. Радуйся, пути спасительного наш истинный учителю, радуйся, Иоанне, новой российской светильниче и теплой, а нас к Богу молитвенниче. Кондак 10. Спасти, хотя душу твою, полноту добродетелей евангельских в себе совокупил, если очи Иоанне, апостольская и святоотеческая вера и исповедание мученическую благочестие и твердость, Всегдашняя в молитве бодрствование, воздержание и смирение, купи же и подвиги преподобных, тем же ныне со святыми на небесе и водворяяся, и непрестанно Бога славословия, поминай нас, славную память Твою почитающих и поющих Богу. Аллилуйя и Каздесятый. Царя небесного, всеусердный священнослужитель быв, о благоденствии земного отечества Твоего ревновал Еси, правомудренно поучая, ежевоздавайте Божие Богови и Кесареви и Кесарева, всего ради восхваляем Тя, Сица. Радуйся, раби Божии, благие и верные, радуйся, служителю того усердный, радуйся, вся повеленная от Господа тщаливо творивый, радуйся заповеди Его искусный делатель бывый, радуйся, о вездесущий Божий, всегда помышлявый, Радуйся, умным очесом своим того вынув представлявый, радуйся, благочестивых царей Отечества Твоего, яко слуг Божий их почитавый, радуйся, словом Твоими молитвами, в труднем подвези управления им помогавый, Радуйся, радуйся, к попечению о благих церкви и народах тех подвизавый, радуйся, от крамол и мятежей их оберегавый, радуйся и ныне о земле российской и о всех царствиях православных Бога умоляяй, радуйся, яко предстателеси всех на Тя надеющихся, Радуйся, яни, новой российской светильничей теплые о нас к Богу молитвенничая Кондак одиннадцатый Песенными похвалами невозможно есть изобразить и множество обозе исправлений Твоих, о причудни очи Иоанне, я же совершил, если и во всем житии Твоем, Немощная молитвами Твоими исцеляя, беса человек изгоняя, недуговавшая пьянством и иными страстьми врачуя, в нищете же и убожестве сущей обильно ущедряя, И всем, пока и гожда потреби, помогая и благотворяя, воежа благодарна Тебе, пети Богу, аллилуйя! Икос одиннадцатый Светильника светлой и прозорливса дивно явите о Господь во дне наших, провозвестивший грядущий гнев Его на царство российское, За ней не покаяхаемся проповедью Твоею, тем же, як о пророка Божий и провозвестника того судеб, Ублажаемся и в покаянии взываем, радуйся, провидчи дивный, радуйся будущих событий предсказателю неложный, радуйся древним покаяниям проповедникам равный, радуйся грядущего гнева Божия на нераскаянные грешники-возвестителю, радуйся покаяния сладкогласной глашателю, радуйся смятенных сердец умирителю, радуйся многомощный наш пред Богом ходатаю, радуйся благонадежный наш пред Ним предстателю, радуйся добрый словесных овец пастырю, множество заблуждающих душ взыскавой, радуйся от уст темничных и смерти многих свободивой, радуйся Иоанне новой российской светильничей теплой, а нас к Богу молитвенничая. Кондакт двенадцать Благодать Божия ижеприял еси сугубо во святем крещении и воерестем рукоположении, не в очев тебе бысть, о чаяне, рачением во твоим употребил еси сию на пользу многим и во славу дородателей и я, светлости и божития твоего и дела милосердными. Великий угодник пред Богом явился еси, и от множества уст тобою духовно и телесно облагодетельствованных возносится тому великая песнь. Аллилуйя! Икос двенадцать Поющая богоугодная твоя от юности житие и духовная от силы в силу восхождения, ублажаем праведную твою кончину и славное погребение благодатных твоих мощей, вечный покой обретших в создании тобою девичьей обители. Веруем же, якая святая душа твоя, упокойся в пресветлых райских селениях. Я же наследовать и помози нам, возглашающимки похвалы и стицевые, радуйся течении временной жизни равной и богоугодно скончавой, радуйся веру правую и непорочно сохранивой, радуйся мирной христианской кончиной и праведность твою известивой, радуйся покой вечной на небеси со святыми получивой, радуйся радости праведных во обителях райских причастивойся, радуйся со множеством душ тобою спасения, улучивших блаженство вечного сподобив быся, радуйся царственными новомученики царства небесного наследовай, радуйся с ними царю славы предстояй, и о избавлении отечества нашего от безбожных враг молитвы возносяй, радуйся великий православие поборничай, радуйся непреодолимой благочестия защитничай, радуйся сонными явлениями приславно чудотворяй, радуйся и на славное ко православии приводяй, радуйся и они новой российской светильничай теплой, а нас к Богу молитвенничай. Кондак 13. О, всесвестные очи и они, не кронштадтский Токман, но и всероссийский, паче же всемирный, светильничай и великий Христов, угодничай и чудотворчай, прими от нас недостойных хвалебное пение сие, и благоприятными твоими к Богу молитвами избави нас от бед временных и мучений вечных, да сподобимся с Тобой в Царстве Небесном, вечно воспевайте, аллилуйя! Сей кондакт глаголи трижды, та же Икос. Первый. Ангела-хранителя своего ищешь истолетен сый, светлости неизвеченной яви узрел и сиянье. Иже и рече тебе, якобы по повелению Господне всегда невидимо соприсутствует и хранить тебя от всех зол, тем же от юности избранника Божия тебя ведущи, взываем сица. Радуйся от младенства по предуведению Богом избранной, радуйся от юности в служении Ему того благодатию призванной, радуйся, ангела-хранителя твоего из детства добрыми нравы вселивой, радуйся, не коли же того, чьим опечаливый, радуйся, яконезримый хранитель твой яви тебе явися, радуйся, якотой всегда храните тебя обещайся, радуйся, благочестивых родителей чада возлюбленные, радуйся, теми из детска страхи Божьи воспитанны, радуйся, воздержание от юности себе обучивый, радуйся, во убожестве и нищете младые дни своя препроводивый, радуйся, якоб благонравия твоего ради благодать Божия яви на тебе почивая иши ра почиваше радуйся, якота лице твое всегда благоумиленно творяше радуйся, Иоанне новой российской светильниче и теплой о нас к Богу молитвенниче Кондакт первый избранному воерея к дивному угоднику Божию Иоанну, пастыре и учителю о царях молитвеннику, скорбных учителю земли российской светлому светильнику, все житие свое на служение Богу и ближним посвятившему и множество грешников на покаяние обратившему многим же болящим исцелению Бога и спросившему похвалы вознесем яка ходатаю нашему и скорому помощнику ты же отче яка имея дерзновение ко Господу от всяких нас бед освобождай дозовемте хвалебно радуйся Иоанне новой российской светильниче и теплой о нас к Богу молитвенниче молитва святому праведному отцу нашему Иоанну кронштадтскому чудотворцу святые праведные отче наш Иоанне великий чудотворче и светильниче русские земли ты во свете пренебеснем Христа Бога нашего зриши милости его за любовь твою сподобляем божественная благодать исполнен быв телом Христовым и крови ее присно питаем и шел если на пастырское делание даже до вечера жизни твоей я обаче не пристал если и ныне отделание твоего во веки живые во Христе вем вемы великий пастырю наш яко священство вашу ти и не милосердию твоему научешися друзей от нищеты от и падений греховных того и возведений выше и зело возлюбиша тя всякому добру их научающе тем же молим тя научи нас добро творить и греха отгребатися о спасении душ наших пищися и во всяком деле блази буди нам помощник благи тебе бы сказа бог нужды людей своих целителю и благодетелю наш вемы и сия праведной очи яко великий молитвенник и чудный совершитель бескровной жертвы ты был еси исполнен ты духа веры надежды и любви христианские все божественную литургию совершая и о вручивших себе молитвенному твоему заступлению пламенно моляся яко отец чадолюбивый всех любовью твоею об имал еси поминовения о них творя да омытся грехи их святейшую кровью христовую тем же и мы грешнее уповаем на любовь и помощь твою усердно взываем ти молись великий пастырь русские земли о братья твоей архипастырях и пастырях наших да поживут по воле Божией як же прежние пастыри Богу угодившие и да внушит внушит Господь моление их на всяк час моли чудотворче предивны всемилостивого спаса нашего всех недугающих и многообразно бедствующих утешения чающих да исцеление и помощь примут и да утешены будут молись о Богу о чаяне о детях и о отродцах учащихся якогда познаете веру Христову и да поживут по вере возлюбив крепко Господа нашего причисты владычества Богородицу и вся святые с ними же и тя воистину доброго отца и наставника их и да соблюдают их ангелы хранители их якоже и тя ангел хранитель твой соблю Даша от прирожений вражи их духом апостольские ревности о вере православной пламенея грозно непрестанно обличал еси хулы и сказители Евангелия Христова хулы и сказители Евангелия Христова тем же молим тебя порази ныне угодничи Божии вся соблазны и разделения толико умножившиеся ныне да поживут люди православные в единении мире и верности матери своей Церкви Христовой ксим же и сию великую мольбу с верой те приносим предстательствуй великий чудотворче и пророче роду твоему явленной у страшного престола Господа славы да пощадит и помилует страждущую землю русскую в ней в ней толика просия любви твоя и да избавит Господь люди своя от иго лютых безбожников и горького мучительства их о причудный отче иоанне великий иерею бога вышнего все образ твой честны лабызаем ведущи яко великого заступника и утешителя дароватья Господь людям своим и спросил бы нам дух покаяния и обновления истинного вемы яко в одни земного жития твоего многое множество людей во святем храме гордости смущения от ложа плачущие рыдающие о тайных своих грехах явикающиеся через тя живительные разрешения от Бога спаса приемаху яко же тогда над ними простри и ныне невидимо благословляющую руку твою и прощение грехов наших у Бога милосердного и спроси пособствуй яко нам прочее время живота нашего богоугодне прийти да сподобимся святыми твоими молитвами достигнутей небесного царствия и там а вкупе с тобою отцем молитвенником и заступником нашим славите дивного во святых твоих Бога отца и сына и святого духа ныне присно и во веки веков аминь из книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» продолжение страница 88 большая часть людей носят добровольно в сердце своем тяжесть сатанинскую но так привыкли к ней что часто и не чувствуют ее и даже увеличивают ее незаметно иногда впрочем злобный враг удесетеряет на них свою тяжесть и тогда они страшно унывают малодушевствуют ропщут хулят имя Божие обыкновенное средство прогонять тоску у людей века сего вечера карты танцы театры но эти средства после еще более увеличивают скуку и томление сердца если же по счастью обратятся они к Богу тогда спадает в сердце их тяжесть и они видят ясно что прежде на них на их сердце лежала величайшая тяжесть хотя они часто и не чувствовали ее о как много людей которые оставили Господа источника воды живой и высекли себе водоемы разбитые которые не могут удержать воды Иеремия 2.13 весьма много у людей этих разбитых колодцев почти у всякого свой колодцы сокрушенные это сердца наши страсти наши когда вижу в ближнем недостатке и страсти молись о нем молись о каждом даже о враге своем если видишь брата гордого и строптивого горделиво с тобой или с другими обращающегося молись о нем чтобы бог просветил его ум и согрел его сердце огнем благодати своей говори господи научи раба твоего в дьявольскую гордость впадшего кротости и смирения и отгони от сердца его мрак и бремя сатанинской гордыни если видишь злобного молись господи благо сотвори раба твоего сего благодати твоею если серебролюбивого жадного говори сокровище наше нетленное и богатство неистощимое даруй рабу твоему сему сотворенному по образу и подобию твоему познать лесть богатства что все земное суета тень и сон как трава дни всякого человека и как паутина а ты един богатство покой и радость наша когда видишь завистливого молись господи просвети ум и сердце раба твоего сего к познанию великих бесчисленных и неследимых даров твоих которые ты принял от неисчетных щедрот твоих чтобы принять их в ослепление же страсти твоей забыли тебя и дары твои богатые и нищим себя быть вменили богат ты благами твоими и всего ради зрит прелестни наблагая рабов твоих ими же о принес глагол нае благостыне ущедряешь всех каждого против силы его и по намерении воли твоей а ты миссии благой владыка покрывала дьявола от очей сердца раба твоего и дару ему сердечные сокрушения и слезы покаяния и благодарения да не возрадуется враг о нем заживо уловленном от него в свою его волю и да не отторгнет его от руки твоей когда видишь пьяного говори сердцем господи призри милостиво нарабатывая его прельщенного лестью чрева и плотского веселья дара ему познать сладость воздержания поста и проистекающих от него плодов духа когда вид страстного к брашнам и блаженство свое в них полагающего говори господи сладчайшая брашна наша никогда же гиблющая но пребывающая в жизни вечную очисти раба твоего от сей сквер чрева объедения всего плоти сотворившего и чуждого духу твоему и дару ему познать сладость твоего животворящего духовного брашна которая есть плоти кровь твоя и святое живое и действенное слово твое так или подобным образом молись о всех согрешающих и не дерзай никого презирать за грех его или мстить ему ибо этим увеличились бы только язвы согрешающих исправляясь советами угрозами и наказаниями которые служили бы средством к прекращению или удержанию зла в границах умеренности издействия в нашем сердце двух противоположных сил из которых одна крепко противится другой и насильно коварно вторгается в наше сердце всегда убивая его а другая целомудренно оскорбляется всякой нечистотою тихо удаляется от малейшей сердечной нечистоты а когда в нас действует тогда умеряет услаждает оживляет и радует наше сердце то есть из двух личных противоположных сил легко убедиться что несомненно существует и дьявол как всегдашный человекоубийца и христос как всегдашний жизнодавец и спаситель а один мрак смерть другой свет и жизнь потому боголюбец если ты иногда замечаешь в уме и сердце крайний мрак скорбь тоску тесноту и неверие как силу крепко противящейся вере божией тогда знай что в тебе сила вразебная Христу дьявольская это сила темная и убивающая прокравшись наше сердце через какой-либо грех сердца часто не дает призывать Христа из святых скрывает их за мглою неверие для чего для того чтобы терзать человека потому что вера спасает нас от его козней но этим то она и доказывает что есть противная ей державная сила Христа Бога которая она не допускает нас через мерзость неверия и которая посредством нашей веры сокрушает ее и саму ее содержит узами мрака для будущего суда поэтому и нужно употребить все усилия чтобы с верой призывать Христа Спасителя каждому христианину необходимо стяжание навыка поспешно обращаться к Богу с прошением обо всем как немощь к источнику всякой силы и всякого блага с благодарением прошение ваше досказуется к Богу а за все благодарите и и со словословием по подобию ангелов взывающих всегда Аллилуйя величайшее дарование Божие в коем мы больше всего нуждаемся и которое получаем весьма часто от Бога вследствие нашей молитвы есть сердечный мир как говорит Спаситель придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас и радуйтесь и считайте себя богатыми имеющими все когда получили мир всякий допамятует постоянно что он Божий душой и телом и во всех нуждах душевных и телесных зависит во всякое мгновение своего бытия от Бога а потому к нему дообращается всякий раз когда чувствует чем-либо нужду души и тела когда например стесняется его бытие душевное или телесное то есть когда поражает его скорби болезни душевные или страсти болезни телесные тогда когда ему угрожают стихии своим непостоянством огонь вода воздух буря когда он предпринимает что-либо делать допомнит он тогда единого садетеля все из неподия создавшего и тварям своим даровавшего разнообразные силы делать многие и различные дела всякая добрая мысль предполагает в нас доброе высшее начало священно научающее нашу душу это очевидно из того что в нас как будто скрывается куда-то всякое добро и мы тщетно усиливаемся вместить сердце то что прежде было как бы его достоянием как истины слова апостола что имеешь чего бы не получил всякую добрую мысль все естественные дары а если получил то что хвалишься как будто не получил мы замечаем в себе борьбу веры с неверием доброй силой со злою а в свете духа церковности с духом мира там по духу различите вы явно две противоположные стороны сторону света и сторону тьмы добра и зла церковности религиозности и светскости безверия знаете от чего это от борьбы двух противоположных сил силы божьей и силы дьявольской господь действует в покорных себе сынах а дьявол в сынах противления дух который действует ныне в сынах противления и я чувствую в себе нередко борьбу двух противоположных сил когда я стану на молитву то иногда злая сила давит мучительно и погружает мое сердце чтобы не могло оно возноситься к Богу чем вернее и сильнее средство соединяющее нас с Богом молитвой покаяния тем больше направляет против него разрушительных действий противник Божий и наш который употребляет для этого все и расположенное к лене тело наше и слабость души ее привязанность к земным благам и заботам сомнения так близкое всем маловерие неверие скверное лукавое и хульное помышление тяжесть сердечную помрачение мысли все направленное бывает у невнимательных действиям врага к тому чтобы запнуть на молитве на этой лестнице к Богу нас возводящей оттого весьма мало молитвенников искренних усердных оттого весьма редко и говеют каются и причащаются христиане может быть наполовину не говели бы если бы закон гражданский не повелевал ежегодно быть всем у исповеди и святого причащения испытавшие знают все это сила наша душа наша невидима в животных также невидима душа их в растениях также сила их жизнь их невидима весь вещественный мир существует и движется невидимой силою законами природы в горних селениях есть небесные силы чистые чуждые всякой вещественности все небесное земное горнее и дольнее приводится к единой всемогущей силе произведшей всякую силу на небе и на земле и так всякая сила дохвалит единое в трех лицах силу отца и сына и святого духа а земнородные да восхваляют ее по преимуществу всесвязующую силой любви всюду распространяющую жизнь блаженства долго я не знал во всей ясности как необходимо укрепление нашей души от духа святого а теперь многомилостивый дал мне узнать как оно необходимо да оно необходимо каждую минуту нашего бытия как дыхание необходимо на молитве и во всей жизни без укрепления его душа наша постоянно склонна ко всякому греху и значит к смерти духовной она расслабевает совершенно обессиливает от входящего в сердце зла и немощно становится для добра без укрепления духа святого чувствуешь как сердце подмывается от различного зла и готова ежеминутно потонуть в бездне его тут-то надобно чтобы сердце наше стояло на камне а камень это дух святой он укрепляет наши силы если человек молится он укрепляет сердце его в вере и надежде на получение просимого он воспламеняет душу его любовью к Богу он навевает на душу мысли светлые благие укрепляющие ум и сердце если человек совершает различные дела он укрепляет сердце его сознанием важности и необходимости труда его и терпением несокрушимым которое все трудности преодолевает он при обращении с людьми разных состояний обоих полов вдыхает в него уважение к лицу человека который есть равно образ Божий кто бы он ни был искупленный кровью Христа Бога и отвлекает его сердце и внимание от его иногда очень неблаговидные внешности тела и одежды его грубости в слове и обращении он-то соединяет всех нас любовью как чад Отца Небесного и во Христе Иисусе учит нас молиться Отче Наш Иже Иси на небесех вообразите что вы видите неприступный свет от которого произошли свет солнца месяца и звезд что вы видите ту бесконечную любовь которая послала в мир сына своего единородного да спасется им мир от мучений вечных что вы видите ту начальную красоту от которой всякое разнообразие красота в мире разнообразие красота растений камней раковин рыб птиц животных всякой человеческой красоты вообразите что вы видите любящего сияющего неприступным светом совершенств своих творца неба и земли что вы тогда почувствуете а ведь вера христианская всех нас подготовляет к этому видению заметьте о растениях в растениях очевиден премудрый ум проглядывающий во всех частях растения сила оживляющая скрепляющая и содержащая в надлежащих отношениях все части растения и третье всемогущество с которым бесконечная премудрость видоизменяет само по себе безобразное вещество с такой легкостью заставляя его служить бесконечным намерением и целям своим ибо возвеличились дела твои господи яко удивися разум твой от меня как в отдаленном расстоянии находящиеся предметы на земле хотя они и большие но если не отражается в них солнце издалека не видны вовсе а если отражается солнце то бывает видимые издалека даже и те которые мало так и между людьми те в которых не отражается своими совершенствами вечное солнце правды бог бывают заметны только на близком расстоянии для весьма немногих а если отражается в них солнце правды тогда всеми бывает видимо издалека все прославляют их люди всех мест и времен святые а одни из них сияют как солнце другие как луна иные как звезды рассматривая тварей божьих и видя бесконечное множество их я вижу себя превознесенным над всеми сонмами их образом и подобием божиим разумом и свободою способностью рассматривать умом моим всех и удивляться в них премудрому и всеблагому творцу о как возблагоговею перед творцом моим я о как почтены должны быть для меня виновники моего бытия отец мой и мать моя они дали мне бытие во времени для времени и вечности ввели меня по воле бога создавшего меня в утробе матери великолепный чертог мира для того чтобы в определенное время творец ввел меня в чертог небесный государство или какое-либо общество есть тело как в теле все члены вместе и каждый порознь поставлен на своем месте богом так и в теле общественном каждый поставлен на его месте богом причем и собственные дела каждого бывают причиной того или другого места всякий видит что свет льется на землю с неба ибо солнце месяц звезды светят нам с небесного круга это указывает нам на то что и несозданный умный свет господь наш бог обитает преимущественно на небесах и от него нисходит нам всякий свет и вещественный и духовный свет ума и сердца был свет истины который просвещает всякого человека приходящего в мир бог есть любовь все мысли чувства и расположение сердца клонящееся к разрушению любви к насаждению вражды от дьявола напиши это на сердце своем и всячески держись любви держитесь любви внимай что противно плотскому ветхому греховному человеку но ты и делай то иди всю жизнь наперекор ему это цель твоей жизни и вместе твоя слава о Христе Иисусе те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями утверди еще в сердце следующую истину одно стоит всей нашей ненависти это грех или порог а к людям исключительно питай любовь ясен закон царский возлюби ближнего как самого себя когда во время молитва владеет твоим сердцем уныние и тоскливость знай что это приходит от дьявола всячески старающегося запнуть тебя в молитве крепись мужайся и памяти о Боге прогоняй убийственные ощущения замечайте если не в мыслях то в сердце враг часто усиливается хулить имя вседержавного Бога всем сердечная хула на Бога сомнение неверие уныние нетерпение Божьих наказаний и ропот все страсти неверием в истинную благость Божию враг изыграет хулу на истину благость и всемогущество Божие унынием также на его благость вообще порывом страстей человеческих хулить всеблагий промысл истинность Божию утверди ты в уме и в сердце твоем ту истину что невидимое играет первую роль во всем мире во всех существах и когда невидимое оставляет известное существо это последнее теряет жизнь и разрушается так что видимое в существах составляет без невидимого одну массу земли я и все люди живем невидимым началом Богом людей покрывает тьма неведения о Боге о себе самих и о врагах своего спасения которые потому легко обкрадывают мысленный дом души нашей его мысленное богатство когда говорится внутреннему человеку восстань спящий воскресни из мертвых тогда разумеется действительный сон души весьма похожий на обыкновенный телесный сон даже когда говорится душа моя встань что спишь разумеется действительный сон души а не говорится только иносказательно когда спит тело оно расслабевает отовсюду и становится нечувствительным так и душа спящая греховным сном расслабевает в силах и бывает нечувствительна ко всему что касается веры надежды и любви говори ей например что сын божий сошел для тебя на землю и стал человеком чтобы спасти тебя от вечной смерти толкуй ей о спасительном учении его о чудесах его о страданиях его о смерти крестной о воскресении вознесении на небо о втором пришествии его она не вмещает этого не чувствует благодеяний божиих спит совершенно спит для веры надежды и любви не страшится она судей праведного будущих мучений червя неусыпающего огня неугасающего спит не слышит не видит не чувствует замечательно что и сон телесный начинается от сердца сердце засыпает прежде всего потом и тело у спящего очи закрыты и не видят уши не слышат и у души спящей греховным сном тоже а душа всегда должна зреть сердечными очами даже во время сна пописанному я сплю а сердце мое бодрствует песен 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 5 2 вы не могли не заметить что вся сила в сердце легко на сердце и всему человеку легко хорошо тяжело на сердце и всему худо но это облегчение вы можете найти только в вере и значит особенно в церкви как месте веры по преимуществу здесь бог касается ощущающей благодати своей сердец наших и дает вам носить свое благое иго вот великий секрет который узнать стоит всем при легкости на сердце человек готов бегать скакать оттого Давид скакал играя предсенным ковчегом когда тебя злословят и ты оттого смущаешься и болезнуешь сердцем то это значит что у тебя есть гордость ее то и надобно уязвлять и выгонять из сердца бесчестьем внешним и так не раздражайся насмешками и не питай ненависти к ненавидящим и злословящим а полюби их как твоих врачей которых послал тебе бог для того чтобы вразумить тебя и научить смирению и помолись о них богу благословляйте проклинающих вас говори они не меня злословят а мою страсть не меня бьют а вот эту змейку которая гнездится в моем сердце и сказывается больно в нем при нанесении злословия утешаясь мыслью что быть может добрые люди выбьют ее оттуда своими колкостями и не будет тогда болеть оно благодари же бога за внешнее бесчестие потерпевший бесчестие здесь не подвергнется ему в том веке прият сугубые грехи своя твой мир дай нам все бы воздал если нам Исайя 42 26 12 когда молишься о прощении грехов своих укрепляйся всегда верою и упованием на милосердие Божие готовые всегда прощать наши грехи по искренней молитвы и всячески бойся как бы ни запало в сердце отчаяние выражающееся тяжелым унынием сердца и принужденными слезами что твои грехи против милосердия Божия каковы бы они ни были лишь бы только искренне ты каялся в них а бывает часто что человек молится и внутренним сердцем не надеется что грехи его будут прощены считая их как бы выше Божия милосердия зато действительно и не получает прощения хотя источники невольных слез прольет и скорбным стесненным сердцем отходит от щедрого Бога того он и достоин веруйте и получите говорит Господь и будет вам неуверенность в получении просимого у Бога хула на Бога при неверии чему-нибудь истинному святому ум обыкновенно затмевается сердце неверное поражается страхом и теснотою а при искренней вере ощущает радость покойствие широту или расширение в себе жизни так что и ум делается светлым и далеко зрящим не явно ли истина торжествует над безумием сердца не явно ли сердца лживо да страдание сердца при неверии во что-либо истинное святое есть верный признак истины того во что оно не верует сердце само умирает подвергая сомнений истину посягая на уничтожение того чего нельзя уничтожить тогда как расширение сердца при искренней вере есть тот же верный признак истины того во что ты веруешь потому что предмет в который мы веруем сообщает жизнь нашему сердцу и обновляет усиливает эту жизнь сердце наше зараженное грехом есть ничтожное хранилище жизни потому что грех смерть а не жизнь полнота жизни вне нас но как эта жизнь духовная невидима и сообщается нам по нашей вере в невидимую личную жизнь Бога то проводник жизни в наше сердце есть живая искренняя вера наша в Бога без веры сердце естественно должно чувствовать стеснение скорбь как сокращение умоления жизни но при вере должно быть еще и согласие нашей духовной деятельности с предметом веры так как это есть существо нравственное мудрование плотское есть смерть а мудрование духовное жизнь и мир римлянам 8.6 какой человек не согласится с этими словами апостола мудрование плоти действительно есть смерть приди сюда человек сребролюбивый любостяжательный завистливый самолюбивый гордый чистолюбивый и дай нам взглянуть на тебя на твои поступки на твою жизнь раскроя нам если хочешь свои помышления сердечные мы уверимся тобою живым примером что помышления плотские есть смерть ты не живешь истинной жизнью ты мертвец духовный ты при свободе связан внутренно при уме как безумный потому что свет который в тебе есть тьма ты получил от бога сердце способное наслаждаться чувствами всего истинного святого доброго и прекрасного но ты мудрованием плотским подавил в нем благородное чувство благородные порывы ты мертвец ты жизни не имеешь в себе но помышления духовные есть жизнь и мир какой угодно человек христианин провождающий жизнь по вере истребляющий в себе страсти и помышляющий что только истина честно что правильно причисто прелюбезно что только доброхвально есть какая только добродетель и о том что есть похвала приди к нам и поведай нам что ты ощущаешь в душе отмудрования духовного я скажешь ты нам ощущаешь в сердце всегдашний мир и радость в духе святом я чувствую распространение сердца при избыток жизни посмеваясь всему плотскому дивлюсь как оно имеет такую великую силу над сердцами людей плотяных и занимаюсь непрестанным созерцанием небесных духовных невидимых благ уготованных любящим бога увы многих соблазняет дар свободы данной человеку от бога и возможность человека быть добрым и злым а попадение в грех удобно преклонность человека более козлу чем к добру винят творца и говорят зачем нас бог сотворил такими почему не сотворил нас так чтобы мы не могли падать и делать зло а иные относят повреждения человека грехом к несовершенству природы обходя бога в мыслях своих и признавая мир весь со всеми его явлениями и предметами каким-то безличным несамостоятельным несвободным существом коего они части вот что делает удаление от церкви вот в какое невежество вы впадаете своемудренные между тем дети у нас знают ясно отчетливо твердо то чего вы не знаете вы вините творца да виноват ли он в том что вы по невнимательности к глазу его по злонравию своему и неблагодарности своей употребили во зло величайший дар его благости премудрости и всемогущества а разумею свободу которая есть неотъемлемая черта образа Божия не тем ли больше его надо признавать благим что он дал этот дар не поколебавшись неблагодарностью получивших дар чтобы яснее солнце светило всем благость его и не доказал ли он самым делом безмерной любви своей бесконечной премудрости своей в даровании нам свободы когда по падении нашего грех и удаление от него и духовной погибели он послал в мир сына своего единородного в подобии образа тлен на человека и отдал его на страдания и смерть за нас кто после этого станет винить творца в том что он даровал нам свободу да будет же бог истинен а всякий человек ложь спасайся каждый борись побеждай но невысоком мудрству и не обвиняй творца в неблагости и немудрости не хули бога всеблагого возвышайся в любви восходи выше и выше по ступеням совершенства духовного коего без свободы нельзя было бы достигать будьте совершенны как отец небесный совершен в теле нашем всю жизнь воюет между собой начало жизни и смерти добро и грех болезни и здоровье начало смерти долго побараемое началами жизни жизненностью наконец берут верх над началами жизни потому что тело наше как стихийное и греховное не имеет в себе самом начал жизни заимствуя их от души которая через грех сама много носит в себе начал смерти и слишком слабо для того чтобы противодействовать началам смертности находящимся в самой душе кроме того внутренний человек обновляется насчет тления внешнего бодрый постоянно деятельный дух наконец самым усилием деятельности своей разрушает слабое бренное тело сверх того наследственные телесные болезни с течением времени все более и более усиливаются и тоже разрушают организм телесный таким образом жизнь человека на земле есть постепенное ежедневное умирание а страсти наши как они уносят наше здоровье а неумеренность а непорядок употреблений пищи питья сна удовольствий как все это расстраивает тело и так если постоянно тело наше разрушается и видимо близится к концу то будем презирать его как приходящее и прилежать всеми силами о душе бессмертной тело неверный приходящий друг у нас есть верный барометр который показывает возвышение или понижение нашей духовной жизни это сердце его можно назвать и компасом коим мы руководимся в плавании по морю этой жизни он показывает куда мы идем к востоку или духовному Христу или к западу к темной державе имущего державы смерти дьяволу только смотри со вниманием на этот компас не обманет и укажет истинный путь если сердце наше не осуждает нас тем паче Бог то имеем дерзновение к Богу то есть приближаемся к востоку что полюбит человек в чем будет обращаться то и найдет полюбит земное земное и найдет и поселится у него на сердце это земное и сообщит ему свою земляность и свяжет его полюбит небесное небесное и найдет и поселится оно в его сердце и будет животворно им двигать ни к чему земному не нужно прилагать сердце ибо совсем земным когда мы неумеренно и пристрастно им пользуемся срастворяется как-то дух злобы оземленивший себя безмерным сопротивлением Богу когда Бог будет во всех мыслях желаниях намерениях словах и делах человека тогда приходит значит к нему царствие Божие он во всем видит тогда Бога в мире мысли в мире деятельности и в мире вещественном для него тогда яснейшим образом открывается вездесущее Божие и страх чистейший Божий вселяется в сердце он каждую минуту ищет благоугождать Господу и каждую минуту опасается как бы в чем не согрешить против Господа сущего одесну и его да приедет царствие твое испытывай себя чаще куда зря точит твое сердце к Богу ли и к жизни будущего века к примирным блаженным и святоносным силам небесным и святым водворенным на небесах или к миру к земным благам пище питью одежде жилищу к людям грешным и суетным их занятиям ой если бы отчи наши были устремлены всегда к Богу а то мы только в нужде и беде обращаем отчество и Господу во время же благоденствия отчи наши обращены к миру и суетным его делам а что принесет мне скажешь это взирание ко Господу глубокий мир и спокойствие твоему сердцу свет уму твоему святое рвение воли твоей и избавление от сетей вражьих отчи мои всегда ко Господу говорит Давид и приводит причину того ибо он говорит исторгнет от сети ноги мои Господь говорит мир на обращающих сердца к нему когда усомнишься в истине какого-нибудь лица или события описываемого в священном писании тогда вспомни что все священное писание Бога духовновенно как говорит апостол значит истина и в нем нет вымышленных лиц басней и сказок хотя есть притча а не собственное сказание где всякий видит что идет речь приточная все слово Божие есть единая истина целостная нераздельная если ты признаешь за ложь одно какое-нибудь сказание изречения слова ты погрешишь против истины всего священного писания а первоначальная истина его есть сам Бог я есть истина говорит Господь слово твое есть истина говорит Иисус Христос Богу Отцу итак все священное писание почитай истинною как о чем говорится так то и было или бывает не поддавайся мрачным злобным на ближнего расположениям сердца но овладевай ими и скореняй их силы веры при свете здравого разума и будешь благодушен я не злобою моею ходил Псалом 25 1 такие расположения часто появляются в глубине сердца кто не научился овладевать ими тот будет часто мрачен задумчив тяжел себе и другим когда они приходят принуждай себя к душевному расположению веселости невинным шуткам и как дым они рассеются опыт странное и дикое явление в поврежденной грехом природе нашей иногда ненавидеть благодетельствуемых и за свое благодеяние платить им нерасположением о как тесно скудно любовью и милости сердце наше как оно самолюбиво враг сильно посмеивается над нами он хочет уничтожить плоды наших добрых дел но ты тем более люби чем более кому благотворишь зная что получающая от тебя милость служит и для тебя залогом помилования твоего от Бога прося Господа или причистую Матерь Божия или ангелов или святых нужно иметь такую веру какую имел капернаумский сотник моя жизнь во Христе святого Иоанна Кронштадтского страница 107 он веровал что как слушались его воины исполняли его слова так тем более по всемогуществу слову всеблагого Господа исполнится его просьба если твари своей ограниченной силой исполняли то о чем он их просил то не исполнит ли сам владыка своей всемогущей силой прошения рабов своих с верой и надеждой к нему обращающихся я не но я Продолжение следует...